Всем привет! Находимся в городе Тимрюк. Гуляем сейчас по военной горке. Здесь представлены военные самолеты, военная техника минувших дней. Не только Великая Отечественная война. Ну и вот середина двадцатого века, шестидесятые и семидесятые годы. Гуляем естественно вместе с детьми. Я им тут все рассказываю, показываю, объясняю. Это не является частью нашего контента семейного. Это скорее совсем такие семейные ценности, как вот рассказ про Катюшу, рассказ про моих дедов, прадедов. В Советском Союзе служили все. Поэтому и легенд дома было всегда, связанных в том числе и с военной службой. Когда гуляешь по таким комплексам, всегда надеешься только на одно самое главное. моим детям воевать не придется. Вот Катюша, мой прадед, на ней прошел два с половиной года войны. Тоже много воспоминаний у него было. На подвиге народа он есть у меня. Гуляем по Тимрюку и поднимаемся на военную горку для того, чтобы увидеть огромную выставку под открытым небом. Платаны уже теряют свою листву, как обычно. В августе у них начинается первый листопад. А в том стоят зеленые до февраля месяца. Воином 227-й краснознаменной стрелковой дивизии, получившей наименование Тимрюкской за участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1943 года. Танк Т-34. 1941-1945. Мы выстояли. Мы победили. Сколько здесь военной техники. Вот это да. История Великой Отечественной войны. Самолеты, танки, ракетные установки, даже полевая кухня. Ствол зенитного орудия с военного корабля. Паровоз настоящий. Да, там военная гречка. Миномет. А вон еще один танк. Видите? Т-34. Здесь классно сделана часть бруствера. Ежи противотанковые активно применялись в годы Великой Отечественной войны. Да, к ним еще подобраться надо было. Я вот с такой техникой слабо знаком. Паровоз С-208-79. Если папа плохо знаком, то, соответственно, залезать не надо. Огромный. Да. Смотрите какой котел. Вот это все огромный котел. Всего построено 2683 штуки. Две тысячи. Вот это котел. Вот это котел. Да. Удивительные объекты. И стратегически значимые. Вагон пассажирский. Что ты лучше хочешь? Советская железнодорожная платформа. Лучше на меня. Где они тебя сфоткают? Как замечательно. Как замечательно отсюда видно плодородные земли Темрюкского района. Далеко видно? Ага. В горизонт. Да. Поэтому высота имела стратегическое значение. А вот и лестница. Аккуратнее спускайся. Пойдем поднимемся к самолетам. Видимо не лестница. Здесь конечно на вершине ветер. А я не взял микрофон. Но тем не менее. Сейчас я своим детям рассказал о том, чем печально знаменит вот этот самолет МиГ-15. Учебно-тренировочный истребитель УТИ. Именно на таком самолете, к сожалению, разбился Юрий Алексеевич Гагарин. Первый космонавт планеты Земля. Вот там он нас сидел. Пилотировал Серегин. Ох, сколько там еще военной техники. Самолет вон я вижу вдали. Вот нам сегодня здесь лазить с детьми. О, они поднялись на самый верх. Ну еще бы. Это же мои дети. Знаете, Алена Лучик немножко, немножко совсем напоминает выставку военной техники на Атамане, да? Нет. Тут круче? Нет, это круче. О-ля-ля. О-ля-ля. Так. Такие отсюда виды. На поля. Сельскохозяйственные угодья. Летящую птицу. Сам Демрюк. Она от нас летит. Так. Здесь нет. Субтитры. Тихо. Тихо. Все. Мимо этой ракеты Пойдем сейчас смотреть следующую часть экспозиции Вот на той стороне Нет, Лучик, она не рабочая А жаль, да? Она учебно-тренировочная Слушай, масса 4 тонны Она весит больше, чем наша машина Два раза Ну, с нами нет Ну, с нами нет Ты представляешь, лучше когда-то такие поезда Ездили Нет, мне кажется, они были очень громкими Они были громкими, шумными И там вообще-то дым валил Я вот такие поезда не видел, не помню Здесь построена линия окопов В полный рост Блин, Даш Настоящий Еще один Да мурашек этот музей Да, сейчас дети вон на танках 20 века Изучают историю Знакомятся с прошлым Даже не представляют себе Ну, как и мое поколение, в принципе Что это такое Идти в атаку Мы стараемся во всех городах, где мы бываем Обязательно посещать музеи, посвященные Великой Отечественной войне У каждого города своя история У каждого региона свой Подвиг Танк Т-34 Танк Т-34 1943 года Потрясающе Экипаж пять человек Пять А мы так увидели машину Буквально недавно В Краснодаре Но это уже послевоенная модификация Это уже после Великой Отечественной войны Плавающие А, вот мне мои детки Вот вертолетиков у меня нет в коллекции Ми-4 Советский Многоцелевой О, Катюша На которой мой прадед воевал Он был водителем Призван был в 1942 году И дошел до Кёнигсберга Там получил контузию И был демобилизован Летом 1945 года Прабабушка рассказывала Что он вернулся В конце лета И как раз был сезон арбузов И вот на столе Когда его встречали Были арбузы Это представляете Воспоминаниям сколько лет А у меня вот эти самолеты Тоже есть в коллекции У меня все МиГи есть А МиГ-21 Он был первым из современных самолетов в коллекции И вот такой самолетик У меня есть в коллекции Воспоминаниям 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 М示板 Воспоминаниях Воспоминаниям Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Уташ, в Юровке, естественно, несколько раз останавливались, там кольцо, ну сейчас развязку строят новую, да, раньше кольцо было на Джигинку, и Анапа. А, ну естественно, были в субсехе и в заповеднике, Малый Утриш. Темрюк, город воинской доблести. Слава советским воинам-освободителям города Темрюк и Таманского полуострова. Зенитные установки. Торпедный катер. Спасательные шлюпки, плоскодонка, морской буй, двигатели. Катер торпедный Т-8, проекта 206. Автономность плавания 5 суток. Строились 14 лет. Экипаж 21 человек. Потрясающий музей под открытым небом. Надо мне быстрее шкафчик покупать и размещать там коллекцию своих самолетиков. Дети знают о том, что это моя давняя, но пока не сбыточная мечта. Пилоны. У меня сушки тоже все, ну основные, серийные коллекции есть. Микс изменяемой геометрии тоже есть. А вот такой гражданский самолет, у меня такого нет. Что это? Ил. Ан. 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 Вот табличка. Ан-24Б. Турбовинтовой. Выпущено 1300, ничего себе. 1367 машин. Да. Высокоплан. Ну, с гражданской авиацией у меня чуть хуже, чем с военными самолетами. Вот такой самолет у нас установлен в Лазаревском. Да. Высокоплан sucks. Я shallow. Уисокопланка, у нас версия с Харп отправки. Ну ничего cámara. Продолжение следует...